так друзья всем привет рад вас видеть на канале в этом видеоролике мы начинаем строительство большого одноэтажного дома с тремя спальнями размером 9 на 11 метров делать будем все своими руками сразу хочу сказать тем кому интересно наперед знать всю информацию то обязательно переходите ко мне в телеграм-канал потому что там мы уже ставим стены а в этом видеоролике я хочу вам подробно показать как собирается обвязка из пакета досок каким образом мы это делаем также мы сделаем в этом видео черновой пол сделаем сетку мембрану и еще закрепим лобовую доску для лак пола все это мы сделали за два дня поэтому вам желаю приятного просмотра и поехали а буду иногда включаться и давать какие-либо комментарии и так у нас есть свайно-винтовый фундамент 108 свая оголовок 200 на 200 доска у нас сухая строганная на пакет досок уйдет у нас три доски размер доски 45 на 195 сначала будем собирать внешний контур все крепим на саморезы 6 на 90 и когда уже есть готовый результат пробивается все 90-ми ершонами осынкованными гвоздями поэтому потихоньку начинаем работать едем тут видишь полка образовалась надо может попробовать тоже саморез догнать до подтянуть а 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 Собрав первый контур досок, обязательно выставляем диагонали и все углы закрепляем на глухари. Это 8 на 90 через шайбу, чтобы диагонали дне куда не убежали и были на своем месте. Таким образом мы можем спокойно продолжать наполнять наш пакет досок. Саморезы 6 на 90 в основном мы используем для стяжки, чтобы досочка прилегала очень плотно, не было щелей и так же как временная фиксация вдруг будет какая ошибка. Всегда можно открутить и заменить доску. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok А сейчас, друзья, хочу вам показать, как можно выровнять идеально обвязку, а именно пузатость. То есть бывает либо сабля, либо банан, кто как называет, кто-то говорит это пузо. Так будет проще. Короче, закручиваем два самореза по каждой стороне и натягиваем шнурки. Раньше мы вытягивали доски по шнурке, но это не всегда удобно и можно немножко ошибиться. Есть способ намного круче. Берем брусок одинаковой толщины, пилим из него три заготовки. Один брусок закрепляем с одной стороны, другой с другой, а третья часть у нас это как маяк. И просто ходим и прикладываем брусочек. И мы увидим зазор, где у нас есть небольшой изгиб. Или пузатость, или выпуклость, или впуклость, я не знаю, как правильно сказать. Короче, с помощью этого бруска можно отлично выровнять фундамент, обвязку. И как только выровним, закрепляем все на глухари. Перед этим не забываем подкладывать гидроизоляцию. Перед этим не забываем. Перед этим не забываем. Перед этим не забываем. когда у нас обвязка из пакета досок полностью собрано все проверено все на своих местах мы берем в руки неллер и пробиваем все гвоздями 90-ми каждые буквально 40 50 сантиметров каждое соединение по 4 гвоздя все максимально плотно надежно и красиво также не забывайте все стыки досок всегда должны быть на оголовках они просто висеть в воздухе после того как собрали весь пакет досок заказчик попросил обработать обвязку пропиткой как ни странно тут у нас пропитка отработанное масло кому-то это будет по душе а кому-то нет обрабатываем только три стороны кроме лицевой чтобы в дальнейшем не измазать свои штаны после обработки обвязки готовим закладные бруски эти закладные бруски будут придерживать обрешетку черновой пол на который уже будет монтироваться сетка от мышей и также ветрозащита и и и и и и и и сетка от мышей тут ячейка 6 на 6 миллиметров пробиваем его с помощью степлера на 140 тип скобы она чуть пошире и помощнее после сетки у нас идет ветрозащитная мембрана на этом объекте мы применяем хорошую качественную ветрозащитную мембрану техно николь альфа 180 всем рекомендую попробовать мы уже не первый раз с ней встречаемся довольно плотная трехслойная ну а так выбирайте всегда ту которая вам по карману который вы доверяете на этом объекте мы применяем такую довольно качественная и будет служить очень многие долгие годы нарезаем мембрану сразу в размер несколько лоскутов потом ее переворачиваем и пробиваем на обычные скобы и и такой объем работы мы выполнили за два дня и под вечер второго дня мы также успели еще собрать лобовую доску это будущее опора под лаги пола можно 22 22 ну давай тогда 38 сюда в ряд и и и и и и и давайте немножко вводных данных мы строим каркасный дом 9 на 11 это одноэтажный дом двухскатная крыша есть терраса сзади и небольшая терраска спереди в первую очередь мы напилили и заготовили все доски и вот начали собирать перекрытие перекрытие тут классическая доска 45 на 195 для начала мы собираем все на саморезы саморез используем 6 на 90 для прижатия плотно для плотного прижатия доски то есть чтобы все стыки были максимально плотных в дальнейшем когда мы полностью соберем все перекрытие все проверим мы уже простреляем на 90 ершоные гвозди поэтому тут все отлично все нормально нам так удобней мы немножко страхуем человеческий фактор вдруг где какую-то доску перепутали всегда можно открутить быстренько заменить заменить и пойти дальше итак перекрытие у нас готово площадочка установлены проставочки здесь досочки имеют нахлёст 500 миллиметров с двух сторон прокручены и простелены все как надо далее напилив доски собираем террасы терраса классическая шаг мы тут сделали 400 стандартный шаг 590 но по согласованию заказчиком сделали шаг 400 чтобы пожестче было что все было понадежнее тем более террасочка большая 3 на 740 то есть достойная хорошая терраска тут по проекту прямо с зала имеется выход на нее поэтому тут столик купелька все что захочешь все можно осуществить так друзья запоминайте в момент если у вас есть полка вот у нас обвязка есть полка ногой и вот так не вытянуть трусину не сделать делаем как скручиваем саморез в дом центре где у нас это пузо берем молоток вот так ставим даже если при условии что я снимаю одна рукой камеру но так садимся на него всем весом видите обвязка уходит вниз все полки нету и потом уже вкручиваем саморез двумя руками было бы поудобней во всем весом сели эти полки нету оба сижу на молотке и все и у нас получилось максимально ровно запоминайте эти полностью готово все простреливается гвоздями не забываем что на каждые 50 миллиметров идет один гвоздь то есть доска у нас 195 мы стреляем по 3-4 гвоздям так как еще в моментах в элементах есть еще по два самореза то есть достаточно много крепежа мы не экономим чтобы все было качественно жестко до каждая доска сидела на своем месте для того чтобы собрать такое перекрытие чтобы максимально ровно красиво аккуратно сочно и чтобы стыки досок были ровными и плотно прилегали друг другу нужно правильно запиливать доску но также важную роль играет насколько у вас острый и качественный диск и так далее приступаем к стенам раскидали лежни по всем внешним стенам и я пока на нашу разметку тем временем ребята запиливают все стойки все проемы в общем готовят все элементы каркаса собрав первую стенку тут она у нас 7 метров четвером мы спокойненько ее поднимаем стенка имеет два больших окна поэтому у косинки тут только по краям такая буквой к в дальнейшем заказчику сказали что надо зашивать плитным материалом либо снаружи либо снутри но в дальнейшем в следующих видеороликах я вам покажу мы зашили весь фасад 12 осб на самом деле опять же говорю подписывайтесь телеграм-канал друзья потому что по факту мы уже накрываем крышу то есть весь дом готов фасад зашит и остался один скат кровли у нас просто на сегодня прям сейчас лютые морозы как только морозы спадут мы поедем накрывать 2 скат поэтому всем рекомендую запрыгивать в телеграм-канал сначала собираем внешние стенки то есть теперь мы собрали заднюю стену тут три больших окна тут есть дверь на террасу стены очень тяжелые поэтому мы их располовинили чтобы легче было поднимать тем более в этот день мы работали вдвоем у нас уже полностью все доски напилены на стены и поэтому мы на один день заехали вдвоем чтобы просто пособирать все стенки у нас нету сплошного ригеля у нас есть хэдеры над каждым оконным проемом дальше еще будут вставыши добавляться в оконные проемы потому что сейчас их не делали чтобы не тратить на это время плюс стенка и так тяжелая не надо ее дополнительно скажем увеличивать и так тяжело поднимать на следующий день заехали трое собрали сразу заднюю стенку прям сплошником 9 метров сразу встала на свое место чтобы собирать внутренние стены мы делаем заранее закладную пароизоляцию для этого объекта у нас выбрана качественная пароизоляция техно николь барьер 1 она трехметровая довольно плотная работаю уже не первый раз и всем рекомендую попробуйте купить один рулончик да она не дешевая но она того стоит удобно работать закрывает сразу всю стенку если делать пароизоляцию но так как мы делаем закладные нарезали по полметра проклеили и на степлер пробили сразу в тех местах где встанут стены внутренние стены то есть закладная пароизоляция нужно для того чтобы потом легче проклеить весь внешний контур поэтому она идет на внешние стены на лаги и также будет нашиваться на перекрытие чтобы перекрытие потом проклеить единое ну и далее собираем все оставшиеся стенки несущие из доски 145 на 45 обычные стенки из доски 45 на 95 классика верхней нижней лежи и и укосинка после сборки стен пошла вторая верхняя обвязка доска 145 сначала протягиваю все на саморезы а затем уже с пистолета стреляются на гвозди и 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 ну и вот вам общий план как видите закладные пароизоляции также есть под верхней обвязкой тут у нас есть балка из 6 досок 195 в 3 доски такая несущая ну и конечно подписывайтесь телеграм-канал друзья вот прям с места событий загружаю видос а этот ролик вышел наверно спустя месяц-полтора к самой балки доски будут примыкать через опору бруса тут она будет 50 на 190 и 95 на 190 сначала прокрутим на саморезы и добавим гвоздей а потом еще на глухари посадим во все свободные места также собираются до барыши проставки тут есть сдвоенные балки под несущие стены ну и вот друзья вот такое у нас получается перекрытие как только его собрали пробиваем гвоздями докручиваем все необходимые саморезы и крепежи и у нас уже можно ходить прыгать накидать дюймовки и собирать две несущих стенки для будущей стропильной системы сейчас мы готовим две несущих стены под стропильные системы по проекту стенка у нас из доски 95 по согласованию заказчиком мы решили сделать ее и 145 чтобы было помощней по надежней в общем так будет лучше стенки стандартные врезаем укосины спереди у нас есть парапет а стеночка высотой примерно не помню там чуть больше метра где-то полтора метра на выходе получается все стоит на укосинах укосин много укосины сделаны из доски 95 также в этот день под вечер мы заготовили шаблон стропильных ног левая правая и на следующий день начали уже запиливать все необходимые элементы я на торсовочной пиле установил ограничитель и нарезаю около 100 штук разных размеров проставок тут и 590 и 54 с половиной потому что стропилку будем делать в стык и делать еще ветровой ригель и по двум стенкам у нас будут идти проставки 54 с половиной а по краям по свесам будет пятьсот девяносто ребята готовят стропильные ноги по шаблонам накидывают 195 доску и делают запилы тут у нас с одной стороны две посадки ближе к выходу у нас будет аж три посадки и также у нас есть два крыльца то есть одна большая терраса где будут наращиваться стропилы это мы потом сделаем по месту и также у нас есть спереди крыльчика где тоже будут наращиваться стропилы выпиливаем все циркулярной пилой допиливаем уже потом сабельной пилой и у нас получается ровная посадка далее заранее готовимся стропильные ноги раскидываем с одной стороны и с другой и начинаем сборку ставим в свои седла стропильные ноги находим центр с помощью уровня отчерчиваем вертикаль далее спиливаем сначала одну стропильную ногу потом ее снова прикладываем на свое место делаем разметку 2 стропильные ноги отпиливаем вторую стропильную ногу и у нас получается ровный аккуратный стык сначала все притягиваем на самореза 6 на 90 что все было плотно и надежно и сидел на своем месте а потом в дальнейшем все наглухо пробьем 90 ершонами гвоздями ригель у нас сделан из доски 195 дополнительно в дальнейшем будет протягиваться на 12 болты через усиленные шайбы таким образом за следующий целый день мы кидали всю стропильную систему а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее можно с помощью шаблончика, либо с помощью уровня сделать разметочку и в дальнейшем спилить их циркулярной пилой. Будет ровный одинаковый свес. Также дополнительно на стропильные ноги в конте мы усилили бабочкой. Так назовем бабочку. То есть это кусок фанеры 20 мм, запиленный в такую галочку-бабочку. То есть сначала притянули все саморезами, а затем пробили гвоздями. Ну и конечно подрезав свес, мы выставили все лобовые доски. Лобовая доска тут 195. Фанеру пробивали 50-ми ершонными гвоздями. Прям надежно, наглухо, не жалея гвоздей. И вот у нас стропильная система готова. Далее я начал готовить ветрозащитную мембрану. На этом объекте используется добротная хорошая ветрозащитная мембрана техно-николь альфа 180. Если будете себе строить дом, могу смело рекомендовать. Купите даже просто рулончик, попробуйте, поработайте. Я уверен вам очень понравится. Так, друзья, давайте немножко расскажу, как идет порядок сборки. Первый у нас капельник конденсата. Смонтирована планка, снята защитная пленка. Все смонтировано на пресс-шайбу. Дальше у нас идет ветрозащитная мембрана. На этом объекте у нас используется техно-николь альфа 180. Хорошая мембрана, плотная, то есть довольно такая мощная, надежная. Ознакомьтесь, всем рекомендую, попробуйте для себя. Эту мембрану мы склеиваем с капельником на двухсторонний скотч. Вот там видно клеевой состав, то есть она приклеена полностью по всему периметру к капельнику. Далее второй нахлёст мембраны, стык, также проклеивается скотчем, дельтой. Потом уже монтируется брусок. Брусок у нас 45 на 45, сухой строганный. На брусок набита вот такая пенка. Так, 5 сантиметров ширина, толщина 3 миллиметра. Пенка служит для уплотнения, гидроизоляции, лучшего примыкания к стропиле, когда мы ее пробиваем гвоздем. То есть вот она пенка. То есть водичка будет скатываться, не будет затекать под брусок. Дальше у нас идет обрешетка сухой и нестроганной доски 25 на 100. Делаем под металлочерепицу. Первый шаг у нас 28, далее остальные шаги у нас 35. То есть от края доски до начала следующей тут 28, от края второй доски до начала третьей 35. То есть вот такой шаг для того, чтобы волна у нас ложилась строго на обрешетку и было все красиво. Так что в таком формате потихоньку двигаемся. И таким макаром наносим второй слой ветрозащитной мембраны, проклеиваем ее скотчем. Далее раскладываем бруски. На бруски у нас набита демпферная лента. Мы заранее их подготовили. И накидываем уже обрешетку из сухой доски 25 на 100 шагом по центрам 35 сантиметров под металлочерепицу. Тут важный момент. Первая доска до второй доски там шаг 28, а далее 35. Также сделав один скат, мы сразу накрываем тендом, чтобы его потом в дальнейшем этот скат не замелось снегом и крыша была максимально чистая. Так как металл еще только заказывается и на момент стройки и монтажа обрешетки он только приедет спустя две с половиной недели. Так как в доме у нас мало укосин, я порекомендовал заказчику плитную обшивку материалом, чтобы кавкас имел максимально большую жесткость. На фасад по каркасу монтируется 12 ОСБ. Пробивается все 50 гвоздем, шагом 15, даже 10-15 сантиметров. Это ОСБ нужно только для жесткости. В дальнейшем, если будет перехлестное утепление, то будет прям идти по ОСБ. Если не будет перехлестного утепления, то по ОСБ идет ветрозащитная мембрана, вент-зазор и потом снова фасад. Тот, который будет выбирать заказчик. Но зная наперед, скорее всего будет фасадная плитка. Поэтому тут на доме будет два слоя ОСБ через вент-зазор. Важно ОСБ монтировать в шахматке. Также важно оставлять зазоры 4-5 мм. У нас был ограничитель, это саморез 6х90. Ну и конечно, чтобы получить ровные симпатичные окошки, все это вырезается фрезером с копировальной фрезой. Получается очень ровный, идеальный, красивый спил. Ну и последним этапом это был монтаж металлочерепицы. Снимать было очень сложно, погодные условия были жесткие, но худо-бедно на телефон я смог что-то подснять. Сегодня мы занимаемся крышей. Сейчас сняли тент. Вот уже последний кусочек. И обратите внимание, практически идеально. Ну вот тут немножко что-то у нас упало, сейчас выдадим, задуем. А вот так у нас вообще практически идеально чистая кровля. Пока ехал металл, насыпало больше 10 см. Представьте, все вот эти 10 см, они бы забили всю кровлю, просела бы мембрана и полностью скат пришлось бы чистить. Ну в идеале надо чистить. Поэтому не экономьте, лучше всегда переплатить, купить дешевые тенды, максимально дешевые, но большого размера. И получить вот такой хороший результат. Сейчас будем металл разбирать и начинать с левого края выкладывать длинные ганты. Я вам сейчас контент подсниму, за что я ненавижу металлочерепицу. Особенно зимой. Она как каток. Сейчас монтирую торцевые планки. Висим на страховке. Кто служил в пожарке, тот знает этот узел. Тот карабин перевернулся. Ну карабин со стопором, ничего страшного. И уходит за пояс. Зажимаю коленом. И вот так. Крутим. Можно вылезать с конька и подрезать. Поэтому все-таки гибкая черепица, конечно, выигрывает. И по монтажу, и по надежности. По ней особо и не походишь ногами. Приходится плашмя ползать. Поэтому такой нюанс. И следить, чтобы весь инструмент на снегу где-то был. Чтобы не ободрать ничего. Поэтому будьте внимательны. Страховочка. Берегите себя, здоровье. Так что работаем. Передай привет. Давайте вам немножко запишу, чем мы занимаемся. Сегодня мы решили поморозить задницу немножко. Затк наверное уже не получится. Зато опять минус 25. Но потихоньку работаем. Примерно сколько? Половина. Сейчас отойдем. Попробуем сейчас все укрыть. Ну вот пол ската. Ну почти половина. Сейчас еще гон кинем. Гон на середине. Пока накрывали половину. Вот так уже накидалось снега. Тоже метет. Ветер тоже не такой. Достаточно противный. Крутим все в шахматке. Контур через огонь. Стык в каждую волну. Где-то волну еще прихватываем. И идем в шахматке. Потому что два листа. Один четыре метра. Вот он стык. Второй три двадцать где-то. Такая красота вырисовывается. Холдно заразка. Холдно метет ветер. Прям. Вентиляционного конька. Сейчас она не приклеится ни хрена. Ну что бы сделать нормально. Потом оставим. Не знаю. В конце января. В феврале приедем в один день. Сделаем торцевые. Сделаем. Проклеим коня. И смонтируем коня. Придет скалкой. Какую близкую. Разберемся. Супрессируем. Так что так. Работаем. Так друзья. Я вам буквально на 10 секунд запишу. Вот прокрутил. Закончили скат этот. Погода просто адовая. Метель. Жесткая. Сейчас еще хлопья хотя бы перестали идти. До этого хлопья были. Ну его нахер. Такую погоду работать конечно. Скат накрыли. Медленно. Наверное. Привязывались к забору. Последний кусок вообще сверху вниз шли. Подсовывали. С двумя веревками. За тот забор зацепились и за этот. Сейчас вот докрутил. Гонд. Все. Красота. Нормально. Зато минус 25. Короче смело. Можно неделю еще дом куповать. Ну его задница. Ну ладно. Работа сделана. Основная. Осталась торцевая планка. Левая правая. Там кусочек и конек. Но это будет уже наверное феврале. Короче. До тепла. Пока крыша не оттает. Не будет сухая. Сейчас вообще нереально на ней стоять. Просто как с горки катишься. Так что всем удачи. Ждем хорошей погоды.